Привет! Видишь этого запуганного парня? Даже многие собаки живут лучше, чем он. Впрочем, к нему и относятся как к собаке. Надевают ошейник, держат в клетке и кормят отвратительной едой. Но бедняге только предстоит узнать, как и почему оказался в такой ситуации. Барт, этот злобный мужик с мерзкой улыбочкой, зарабатывает тем, что дает разным людям кредиты под большие проценты. Но, как водится, в этом подпольном бизнесе, заемщики часто отказываются возвращать деньги. Поэтому Барту пришлось придумать необычный способ выбивать из них прибыль. Барт много лет дрессировал своего племянника Денни как собаку. Достаточно Барту снять с парня ошейник, как тот превращается в неукротимого головореза. Стоит надеть его обратно, как он становится послушным и кротким. В перерывах между облавами Денни сидит в клетке, ест дешевую еду из консервных банок и читает один и тот же букварь. Особенно ему нравится страница с изображением пианино. Однажды Барт приходит в офис очередного клиента, где все идет не по плану. Барта и его людей обезоруживают прежде, чем он успевает снять с Денни ошейник. В бешенстве Барт кричит племяннику, чтобы тот атаковал, но парень не понимает команды. Однако живучему кредитору все-таки удается освободиться, снять с Денни ошейник, и тот устраивает настоящее побоище. Барт очень недоволен тем, как повел себя Денни, ведь в его представлении собака всегда должна защищать своего хозяина. Поэтому он придумывает новую систему – лампочку, которая срабатывает по дистанционному нажатию тревожной кнопки. Во время очередной облавы на складе он оставляет Денни с этой лампочкой и приказывает не отводить от нее глаз. Как только она загорится красным цветом, парню нужно будет ворваться в соседнюю комнату. Денни послушно ждет около лампочки, но есть одна проблема – позади него стоит самая настоящая пианино. Ему ужасно хочется до него дотронуться, и в какой-то момент он все-таки не выдерживает и нажимает пару клавиш. В ту же секунду на складе объявляется незнакомый мужчина в черных очках. Оказывается, что это слепой настройщик пианино. Он добродушно настроен и спрашивает, не занят ли Денни, потому что не отказался бы от помощи. Старик усаживает Денни и рассказывает ему, как правильно обращаться с инструментом. Он просит парня нажимать на клавишу, пока будет настраивать струны под крышкой рояля. Денни с радостью соглашается, а когда слепой пианист берет стройный аккорд, приходит в совершенный восторг. Незнакомец представляется Сэмом, однако их разговор прерывают. Когда Денни вбегает в комнату уже слишком поздно. Барта и его пособников побили, и дядя вне себя от ярости. Дома он тут же приказывает бросить племянника в клетку. Вдруг к Барту приходит некий посетитель. Это Уайет, секьюрити из компании, где несколькими днями ранее Барт чуть не распрощался с жизнью. Он говорит, что был очень впечатлен шоу, которое Денни там устроил, и теперь хочет предложить Барту выгодную сделку. Они едут в центр для подпольных боев, где раз в месяц проходят крупные поединки. Уайет говорит, что за победу в одном бою чемпиона ждет около полумиллиона долларов, но есть один нюанс – его соперник должен умереть. Барт чрезвычайно заинтересован предложением и спрашивает, когда можно начать. Уайет предлагает ему провести пробный бой. Биться предстоит с настоящим головорезом, которого никто не может одолеть уже много поединков подряд. Барт снимает с Денни ошейник и дает команду. Результат приводит Уайета в восторг, а Барт в восторге, что за пару минут ему удалось заработать больше, чем за последние 20 лет. Он пребывает в необычайно хорошем расположении духа и даже спрашивает, не хочет ли Денни чего-нибудь. А когда племянник заявляет, что хочет пианино, потешается над ним, как вдруг… Из машины неподалеку выходят люди и расстреливают машину в упор, а за всем этим наблюдает довольный заемщик, которого на днях унизил Барт. Когда грузовик и машина уезжают, раненый Денни вылезает из кузова и бежит в первое знакомое место – склад, где он встретил Сэма. Пианист оказывается на месте, но Денни не успевает заговорить с ним, он падает в обморок из-за потери крови. Через какое-то время Денни просыпается в чужой постели, он пугается незнакомой обстановке и прячется под кровать. На шум приходит Сэм, который предлагает ему тосты с арахисовым маслом и джемом. Старик говорит, что Денни проспал два дня и наверняка напуган, поэтому он не требует от него никаких объяснений. Несколько дней Денни сидит под кроватью и боится показываться кому-то на глаза, но однажды он слышит звуки фортепиано из гостиной и все-таки выходит из комнаты. Внезапно парня испугивает девушка, которая возвращается домой и оказывается падчерицей Сэма, Викторией. Она расспрашивает отчима, кто их новый жилец и чем он увлекается. Старик отвечает, что ничего о нем не знает, кроме того, что парень любит музыку. Чуть позже Виктория приходит в комнату Денни и дарит ему небольшой синтезатор. Она говорит, что он достался ей от погибшего папы, лучшего друга Сэма. Когда его не стало, Сэм сошелся с ее мамой и они поженились, а позже и она погибла в автокатастрофе. Виктория и Сэм садятся ужинать, не ожидая увидеть за столом Денни. Но парень неожиданно приходит в гостиную и устраивается рядом. Виктория накладывает ему суп и выясняется, что парень даже не умеет пользоваться ложкой. Когда Денни проводит в четырех стенах уже две недели, Сэм предлагает ему прогуляться. Вместе они провожают Викторию в школу, а позже старик отводит парня в супермаркет и учит его выбирать хорошие продукты. Они возвращаются домой и Сэм показывает Денни, как правильно готовить еду. Когда старик просит парня подать ему кастрюлю, тот замечает на дверце шкафа семейные фотографии. Ему становится грустно и Сэм спрашивает парня, где же его семья. Денни отвечает, что ее нет. Позже вечером, когда Сэм уже спит, Виктория приходит к Денни в комнату и ведет его в гостиную. Они садятся у фортепиано и девушка учит его нотам. Денни довольно быстро осваивает партию для левой руки. Виктория исполняет партию для правой. Сэм просыпается от звуков и слышит музыку. Он улыбается, но не выходит из комнаты. Время идет, и с каждым днем Денни все больше становится частью семьи. Вместе они гуляют, фотографируются и занимаются музыкой. Однажды вечером Виктория приходит в комнату к парню и спрашивает, откуда он знает мелодию, которую играет на синтезаторе. Наверняка кто-то его научил. Но Денни ничего не помнит. Виктория тянется к ошейнику, и парень резко отстраняется, но девушка настаивает. Думаю, пришло время попрощаться с этой вещью. Разве нет? Виктория осторожно снимает ошейник с шеи Денни. У него перед глазами проносятся страшные сцены из прошлой жизни. Но девушка убеждает его, что прошлое нужно отпустить, и он успокаивается. Настает утро нового дня. Сэм берет Денни с собой на работу, настраивать очередное пианино. Там он рассказывает парню, что их настоящий дом остался в Нью-Йорке, и как только Виктория закончит школу, они собираются туда вернуться. Однако им бы не хотелось сделать это без Денни, потому что он уже стал частью их семьи. Они обнимаются, и Денни с радостью соглашается. После Сэм отдает половину гонорара Денни и предлагает ему потратить деньги, как тому вздумается. Парень идет покупать какую-то ерунду в небольшой магазинчик, на выходе из которого врезается в одного из ассистентов дяди Барта. Тот не может поверить в свою удачу. Твой дядя Барт очень за тебя волнуется. Выясняется, что Барт жив и здоров и целыми днями разыскивает своего послушного племянника. Денни пытается объяснить парню, что не собирается возвращаться, однако тот шантажирует его тем, что в случае непослушания Барт и его компания придут к его новой семье. Парня привозят к Барту. Денни с порога задает дяде вопрос, знал ли он его маму. Барт удивляется, с каких пор глупого племянника стали интересовать такие вещи. Он говорит, что нашел Денни на улице, и кроме него никому не было до мальчика дела. Барт отвозит Денни к Уайетту на очередной бой. Однако все идет не по плану. Перед началом поединка парень говорит, что больше не хочет причинять людям боль. Барт пытается шантажировать его тем, что в случае победы подарит племяннику пианино, но тот все равно противится. Тогда Барт идет на крайние меры. Начинается схватка. Почти сразу Уайетт начинает нервничать и высказывает свое недовольство Барту. Его подопечные даже удары почти не отражают. Тогда дядя берет оружие и кидает его вниз. Но Денни медлит, и топор поднимает противник. Однако даже это не помогает добавить поединку зрелищности, и тогда Уайетт выпускает на ринг еще нескольких головорезов. Теперь Денни борется против них совершенно один. Парень почти не обороняется и скоро оказывается на полу в почти бессознательном состоянии. Барт кричит ему, что в случае проигрыша его ждет смерть, и тогда Денни встает на ноги. Он на раз-два разделывается со всеми соперниками, даже когда им сверху спускают гору оружия. Но оказавшись один на один со своим главным противником, Денни не решается на убийство. Это злит Барта, ведь главное условие выплаты за победу — смерть противника. Денни снова кидают в клетку. Барт в бешенстве, ведь его ослушался верный пес, да еще и выплата сорвалась. Сэм и Виктория тем временем ужинают вдвоем и не понимают, куда пропал Денни. Когда Барт уходит по своим делам, Денни снимает решетку со своей клетки и находит в архивах дяде таинственную фотографию с молодой девушкой. Позже он предъявляет дяде, что тот ему врал, ведь это явно снимок его мамы. Тогда Барт говорит, что его мама была проституткой и умерла, когда он был совсем маленьким. На следующий день Барт везет расстроенного Денни на очередную облаву. По пути он заводит разговор про то, что семьи должны держаться вместе, имея в виду себя и Денни. Но вряд ли он догадывался, какой эффект это произведет на парня. Водитель теряет управление и машина переворачивается. Денни выбирается из кузова, снимает ошейник и отправляется в дом Сэма. Он показывает новой семье фотографию мамы и рассказывает, что ему удалось про нее узнать. Виктория говорит, что не верит словам Барта про прошлой девушки. На фотографии она сидит за роялем в зале, который очень похож на класс музыкальной академии. По описанию Сэм узнает это место и ведет Денни туда. Там они разговаривают с женщиной, которая знала девушку со снимка. Она говорит, что мама Денни была невероятно талантливой пианисткой, которой все пророчили большое будущее. Но однажды она бесследно пропала. Все знали, что у нее были проблемы с деньгами и подумали, что она связалась с кем-то нехорошим. Женщина отдает Денни еще один снимок мамы и он начинает вспоминать новые сцены из своего детства. Дома Виктория рассматривает фотографию вместе с Денни. Она предлагает парню узнать, что его мама играла в момент создания снимка. Девушка берет лупу и узнает, что это была соната Моцарта. Она играет произведения для Денни и все новые и новые воспоминания захватывают его. Парень вспоминает, как мама спрятала его в шкафу, когда к ней домой пришли плохие люди. Мама пыталась обороняться, но за несговорчивость ее убили на глазах у Денни. Когда Сэм приходит домой, Виктория сообщает ему, что Денни все вспомнил и им нужно срочно уезжать из города. Но уже слишком поздно. Барт силой вытянул из продавщицы в магазине их адрес и машина уже около здания. Денни запирает Сэма и Викторию в шкафу и велит им сидеть тихо, а сам отправляется драться со свитой Барта. С первой порцией противников Денни расправляется в два счета. Тогда Барт понимает, что дело плохо и отсылает в здание какого-то кунг-фу мастера. Завязывается ожесточенная драка, бойцы бегают по чужим квартирам и крушат все на своем пути, но никак не могут определить сильнейшего. Наконец Денни удается уличить момент и толкнуть соперника. Тот летит прямо в окно, но... Однако ткань все-таки не выдерживает и парень падает прямо на машину с Бартом внутри. Дядя свирепеет, берет оружие и идет в дом. На лестнице он сталкивается с Денни и говорит, что тот все потерял, а ведь если бы был более сговорчивым, то получил бы кучу денег. Дядя стреляет в парня, но Денни убегает и прячется над потолком одной из квартир. Барт тем временем вламывается в квартиру Сэма и опознает новое жилище Денни по ошейнику на кресле. Денни выламывает пол и оказывается прямо перед Бартом. Тот издевается над парнем, говоря, что этот интеллигентный дом вовсе не для него. Люди, которые его приютили, дали ему все, а теперь он все это разрушил. И все потому, что он собака. Он не создан для такой жизни. Теперь Барту придется его пристрелить, как поступают все хозяева с собаками, которые начинают приносить слишком много проблем. Барт признается, что не может этого сделать. Достает ошейник и уговаривает Денни снова вернуться домой к прежней жизни, единственной, которая ему подходит. Денни послушно идет к нему, потупив голову. Но когда дядя начинает надевать ошейник, парень резко меняется в лице и идет в атаку. Он начинает душить Барта и Виктория, видя это, бьет тревогу. Сэм вырывается из шкафа и умоляет Денни остановиться. Тот отвечает, что Барт убил его мать. Тогда старик говорит парню, что он не такой, как Барт и не должен ему уподобляться. Денни почти отпускает злодея, но тогда Барт вдруг начинает подначивать его. Он говорит ужасные вещи про его мать и извительно замечает, что Денни всегда будет собакой и убийцей. Не в силах больше это слушать, Сэм хватает цветочный горшок и разбивает его о голову Барта. Пролетают несколько месяцев. Сэм и Денни сидят в нью-йоркском Карнеге-Холле. На сцену вызывают Викторию и она посвящает свое выступление Денни, а потом исполняет сонату Моцарта. Услышав произведение, которое когда-то играла его мама, Денни плачет от радости. Как думаешь, будь история реальной, смог бы Денни сохранить человеческие чувства после того, что пережил? Делись своим мнением в комментариях, ставь лайк этому ролику и подписывайся, чтобы не пропускать новые сюжеты лучших фильмов.